С наступающим Новым Годом! И немного анонсов. Куда сходить в длинные праздничные выходные? Начнем с художественного музея. Я с удовольствием расскажу. Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, как всегда, музей готовится к Новому Году, и настоящая зима напоминает о том, что совсем скоро прекрасные новогодние праздники. Мы подготовили для наших маленьких зрителей, наших любимых взрослых, бабушек и дедушек, для родителей, для всех, кто хочет прийти и прикоснуться к прекрасному, разнообразную и очень интересную программу. Начиная уже со 2 января. Со 2 по 6 у новогодней яркой нарядной елочки гостей ждет Снегурочка в традиционном для музея костюме от Михаила Врубеля. Я думаю, что многие наши зрители помнят Снегурочку. Вот она снова очень хочет встретиться с замечательными гостями. Гостей ждет песни, сказки, игры. Готовьте стихи, будет интересно, я надеюсь. Мы приглашаем 5 января для того, чтобы люди, любящие музыку, пришли в музей, в наш выставочный зал и послушали Вивальди. Под музыку Вивальди встреча состоится концерт классической музыки. А вот 7 января открывает дверь наша праздничная новогодняя гостиная. Мы приглашаем на концерт и маленьких, и больших на яркую, интересную программу «Новогодний хоровод». И, конечно, мастер-классы. Можно прийти в музей и сделать собственными руками памятный подарок к Новому году и внести его с собой, эти яркие впечатления. По традиции мы в выходные проводим экскурсионные сеансы. Самые яркие моменты нашей экспозиции – это экскурсионные сеансы для сборной группы. Вас ждет встреча с шедеврами западноевропейского искусства, декоративно-прикладное, конечно, народное искусство Рязанской земли. Я еще раз хочу обратить на это внимание. В юбилейный для музея год, а этот год – 110-летие музея, у нас открылась обновленная экспозиция народного искусства Рязанской земли и промыслов России. Это так интересно, это так тепло и по-особенному празднично в эти новогодние дни. И спешу поделиться еще одной хорошей новостью. На первом этаже, в выставочном зале, гостей с 28 декабря ожидают встречи с шедеврами. Живопись 18 и первой половины 19 столетия будет доступна для всех. Это и Боровиковский, это и Тропинин, это и Айвазовский, конечно, и Венецианов. Приходите, дорогие друзья. Новогодние праздники – это всегда волшебство, и очень тепло, уютно и атмосферно. И 6 января мы приглашаем наших любимых маленьких зрителей, их родителей, бабушек и дедушек на экскурсию «Угадай сказку». Гостей ждет встреча с любимыми сказочными образами, выполненными художниками в разных материалах и техниках. Ну а потом музыкальное путешествие в сказку продолжит эту программу, и мы вместе будем петь любимые песни из мультфильмов и кино. Это всегда интересно и не обойдется, конечно, без встречи с нашим волшебным старинным зеркалом, которому можно доверить добрые желания. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. В филармонии тоже масса мероприятий на любой вкус. Кстати, новогодняя программа «Театр юного зрителя» в этом году тоже представлена на сцене филармонии. В первую очередь мне хотелось бы поздравить всех жителей нашего замечательного города, нашей Лизанской области с наступающими праздниками. И, конечно, мы готовим удивительную, красивую программу с участием наших лучших творческих, профессиональных коллективов. Ну, главным событием, наверное, будет премьера замечательной сказки по мотивам Петра Ершова «Емеля». Это музыкальная сказка, которая подготовлена Рязанским государственным академическим русским народным хором имени Евгения Попова. И нам очень приятно, что мы сделали эту постановку совместно с другими учреждениями культуры. И главным режиссером этой постановки стала Есенина Марина Викторовна. Это режиссер Театра юного зрителя. И я уверена, что эта постановка обязательно порадует наших маленьких детишек, ну и порадует и взрослых. Хочется отметить, что в музыкальной постановке будет использовано очень много красивых декораций, изготовлены замечательные костюмы нашим любимым художником Еленой Селивановой. И, конечно, музыкальный ряд, музыкальное сопровождение, оно тоже будет изумительным, потому что подготовлено Александром Орешкиным. Это нашим руководителем нашего Рязанского оркестра русских народных инструментов. Государственного Рязанского академического русского народного хора. Я приглашаю всех наших жителей. Но у нас всегда есть и образовательный процесс, который направлен для наших маленьких слушателей. Это замечательный проект образовательный, музыкальная акварель. И 23 декабря мы представляем тематическую программу «Веселый хоровод месяцев». Конечно, мы приветствуем наших любимых слушателей, которые постоянно бывают на концертах маэстро Сергея Анатольевича Селкова. И, конечно, он готовит удивительную новогоднюю программу, новогодний коктейль она называется. И в эти вечера прозвучит очень много популярной музыки, музыки современной, наших таких известных композиторов, как Поль Мариатт, Джеймс Ласт. И это будет удивительная вечера. И мы планировали провести один концерт, но столько много желающих. Поэтому эти встречи пройдут 5 и 6 января уже в Новом году. А 7 января у нас состоится замечательный джазовый вечер в исполнении Государственного камерного оркестра джазовой музыки Олега Унстрема вместе с талантливой певицей Анной Бутурлиной, которая исполняет программу «Джаз на Рождество». Концерт пройдет в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации в всероссийских филармонических сезонах. Я думаю, что мы удовлетворим все потребности наших жителей. И я думаю, мы создадим такое новогоднее хорошее настроение для наших жителей и взрослого населения, и наших маленьких детишек. Поэтому приглашаем всех к нам в филармонию. И я думаю, что вы прекрасно проведете свои вечера. С наступающим Новым Годом! В Театре драмы для вас также подготовили особенную программу на все выходные. Двогодние праздники. Но в первую очередь это детская сказка. Она мне полюбилась как минимум, потому что я там снегурочка, и потому что придумывалась она совместно. Там вложено много сил, энергии, и ты трепетно относишься особенно к этой сказке, потому что там частичка твоей души. И вторая – это взрослая комедия. Для меня это для самой интрига, секрет. Я о ней знаю немного, но мне от этого интереснее. Поэтому я с удовольствием приглашаю наших рязанских зрителей на нее. И небольшой маленький спойлер – то, что там будет завязан сюжет на времени, на новогоднем, где, конечно же, происходит много чудес и непредвиденных обстоятельств. Во второй половине января, в числах 26, 27 и 28 состоится премьера спектакля «Женитьба» по пьесе Николая Васильевича Гоголя. Режиссер Максим Ларин вкратце сказал нам о том, что сюжетом этого спектакля будет то, что людям очень страшно со своими какими-то комплексами, может быть, проще говоря, загонами, вступать в отношения, в законные, в брак. Им страшно, у них есть какие-то преграды перед этим. И костюмы в спектакле будут приближены, вдохновлены той эпохой, но они не будут полностью реконструированы. Я приглашаю наших зрителей рязанских на эту постановку и сама с удовольствием схожу. Я очень жду этот спектакль. Ну а театр «Кукол» радует сказкой. О ней мы рассказывали в прошлых выпусках и уже анонсируют насыщенную вторую половину января. После новогодних каникул, после того, как наши артисты отдохнут после новогоднего марафона, мы показываем много спектаклей и для семейного просмотра, и для взрослого зрителя. Для детишек, для самых маленьких, предлагаем земляничную сказку. Для тех, кто постарше, крошка-енот спектакль. А взрослые могут выбирать, например, поэтический большой спектакль в Большом зале «Демон» Лермонтова или спектакль, например, прозаический, но не менее вдохновенный, «Снился мне сад в подвенечном уборе» — это проза Антона Павловича Чехова. В Большом зале тоже можно будет в январе посмотреть волшебную сказку, счастливую сказку про Золушку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова